Мы просто хотели предупредить, что дом сегодня будет отключен от горячего водоснабжения полностью. Опять что ли? Опять. Так, представители тепловых сетей Алматы лично уведомляют жителей об отключении горячей воды. Этот 55-квартирный дом заселен только наполовину. За три года долг за теплоэнергию здесь составил порядка 18 миллионов тенге. Но большинство жильцов утверждают, что исправно оплачивают услугу. Только платят они за тепло, как выяснилось, непосредственно сервисной компанией ТО «Айнер Сити», которая выступает и в роли КСК. С хозяевами получается сервисная компания ТО «Айнер Сити», которая выступает в виде КСК. Ну, как бы на контакт тоже не выходит. У нас проблема именно, что они на контакт не выходят. Вот в этих комплексах именно люди платят управляющей компании, а управляющая компания платит поставщику услуг. Это недопустимо. Не нужно, чтобы деньги аккумулировались где-то на счетах организации. Будет вполне правильно, если эти жители организуют кондоминиум, как предписывает закон о жилищных отношениях, предоставят документы на владение квартирой в рамках закона о защите персональных данных. И мы с удовольствием заведем лицевые счета, и люди будут оплачивать банки, и будут четко знать, кто когда платил, и мы уже будем работать с каждым должником индивидуально. А этот недостроенный жилой комплекс к теплу подключили еще в начале года. Хозяева 400 выкупленных здесь квартир пока не заселились. Однако долг за тепло у них уже превышает 40 миллионов тенге. Откуда могли появиться такие счета в необжитом жилом комплексе, объяснили распределители тепла. Массовое отключение должников продолжится до конца этой недели. В дальнейшем еще более тысячи потребителей останутся без горячей воды. Общий долг жилых комплексов, не расплатившихся за теплоэнергию, еще с прошлого топительного сезона, составляет порядка 130 миллионов тенге. По словам специалистов, наибольшее число неплательщиков проживают в Бауэзовском, Бустандыгском, Алмалинском и Медеусском районах. Шана Тайтенова, Эльдар Мукашев, телеканал Алматы.